Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Сегодня мы с вами поговорим на тему выдачи паспортов армянским жителям Карабаха. Сейчас нередко можно встретить информацию о том, что тот или иной политический деятель Армении и России высказывается о перспективах выдачи российских паспортов так называемым гражданам НКР. Буквально вчера секретарь Совета Безопасности НКР Виталий Баласанян сказал, что не исключает, что карабахские армяне получат российские паспорта, и что НКР, в отличие от Армении, не подписывал трехстороннее соглашение. В данный момент армяне Карабаха по факту являются апатридами, то есть лицами без гражданства, так как они находятся на территории Азербайджана, но не имеют ни гражданства, ни паспорта, за исключением тех, у кого есть армянское и российское гражданство. Ну и кроме тех пожилых людей, которые жили в Карабахе еще во времена Азербайджанская ССР и продолжают жить в Карабахе до сих пор. До юра они являются гражданами Азербайджана, но которые не воспользовались правом получения гражданства по понятным всем причинам. Возможно ли вообще такая перспектива, как получение российского гражданства карабахскими армянами? Давайте рассмотрим этот вопрос со всех сторон, и я предлагаю вам самим поразмышлять над этим. Армения. Если говорить об Армении, то сейчас она раздираема внутренними противоречиями, и как только Пашинян отработает все свои договоренности и обязательства по Карабаху, то его скинут с кресла, и он будет замещен. Вполне возможно, очередным пророссийским вставленником, как это было до него. Россия не заинтересован в реваншистско настроенном политике, так как реваншистская политика поставит под угрозу все договоренности трехстороннего соглашения. Однако в самой Армении и в НКР остались и никуда не делись те политические силы, которые всегда пытаются столкнуть Илбайме Россию и Азербайджан, а самим выйти сухими из воды. Суть их следующих провокаций будет в требовании о выдаче России гражданства армянскому населению НКР, как это было и в других непризнанных республиках, у жителей которых на руках обычно два паспорта – паспорт российский и паспорт непризнанной республики, в которой они проживают. Эти силы будут ссылаться прежде всего на волеизъявления самого армянского народа, который, мол, не сможет безопасно существовать бок о бок с азербайджанцами. Они будут постоянно кричать о ненависти азербайджанцев к ним, о геноциде, о притеснениях и что совместное проживание невозможно. Россия. Если в теории поразмыслить на эту тему, что Россия сделает так же, как и в некоторых других непризнанных республиках и начнет выдавать карабахским армянам российские паспорта, то это будет означать преступление российской страны в отношении Азербайджана. Путин сам признал, что карабах – это Азербайджан, а значит и выдача паспортов чужим государствам на чужой территории будет незаконной. Это как если бы Турция стала выдавать в Крыму турецкие паспорта. Нетрудно догадаться, каким был бы следующий шаг Турции после выдачи паспортов крымчанам. Азербайджан. Тут все очевидно и последовательно. Карабах – это Азербайджан, и паспорта у армян могут быть только азербайджанские. Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву не будет никакой выгоды притеснять армян в Карабахе. Наоборот, власть и народ Азербайджана будут делать все возможное, чтобы жители армяне чувствовали себя в безопасности и комфорте в Карабахе. Тем более мы знаем, какая будет реакция со стороны армянских, российских и европейских СМИ в случае, если будут какие-то даже мельчайшие бытовые притеснения в отношении армян. Яркий показатель тому, что на четырех так называемых солдат азербайджанской армии, которые по сути являются извергами и ничем не отличились от армян ходжалинскую резню, азербайджанский суд завел уголовные дела за действия, порочащие честь и достоинство азербайджанской армии. Видео показывать не буду, но именно благодаря таким порочащим действиям и пропагандирую соотношениями мировых СМИ в сторону Азербайджана. Никто же не будет показывать хорошее видео о том, как, например, азербайджанцы спасли армянского солдата. Суть информационной войны, что внимание всегда будут обращать именно на все плохое. С вашего позволения, хотел бы сказать небольшое слово про отношения армян и азербайджанцев. По опыту Грузии мы знаем, что армяне и азербайджанцы могут жить добрососедски. Ни в коем случае нельзя опускаться до уровня носителей вируса армянства и становиться армянофобами. Армяне точно такие же люди, как и азербайджанцы. И ненавидеть армян за то, что они армяне, это значит опускаться на тот же уровень, что и носители вируса армянства. А значит вы ничем не лучше тех, кого вы считаете врагами. Предположим, в теории, если армянин родится в азербайджанской семье и никто не будет знать этого, ни он, ни его родители, то он вырастет азербайджанцем. А если азербайджанец вырастет в семье армян, и никто не будет знать этого ни он, ни его родители, то он вырастет армянином. Даже если посмотреть то видео, где азербайджанцы спасают армянина, то мы увидим, что есть настоящие представители Армении, которые благодарны азербайджанцам и не считают их своими врагами. И дай бог, чтобы таких адекватных армян не с промытыми мозгами было как можно больше. Именно с такими армянами азербайджанцы всегда будут жить в мире, будут помогать и защищать их. Бороться нужно не с армянами, а именно с армянством, как мышлением и пагубной идеологией. Так как армянство – это идеология Дашняк-Сутюн. Это смесь нацизма, терроризма, лжеистории, фейков, мнимого величия, выраства чужой культуры, музыки, кухни, истории и принятия всего чужого за свое и попытки доказать всему миру, что это их исконное. И что во всем мире именно они всегда были самые первые. Именно по причине армянства армяне захотели перестать жить вместе с азербайджанцами и отделиться. Именно по причине армянства первые теракты в СССР были совершены армянами. Именно по причине армянства Советский Союз стал распадаться на независимые республики. Именно по причине армянства началась Карабахская война. Именно по причине армянства были выгнаны из своих домов жители и была устроена резня в ход жалы. Именно по причине армянства, считая 30 лет, армяне продолжали оккупировать земли Азербайджана. Именно по причине армянства столько проблем сегодня в Карабахском регионе у каждой из сторон, в том числе и России. Пока в Армении на государственном уровне не будет запрещена Дашнаковская партия и нацистская идеология армянства, то армяне так и будут вечно страдать, покидать Армению и создавать проблемы себе и всем вокруг. Города Агдам нет, он разрушен. В городе Агдам осталась одна полуразрушенная мечеть, и когда мы начали интересоваться, почему же ее не разрушили, как все остальные мечети, было сказано, что это являлось своеобразным таким ориентиром, привязкой к местности. В случае, если азербайджанская армия предпримет атаку в этом направлении, чтобы давать артиллерии точные ориентиры, куда бить. Посетившие иностранные журналисты, бывший город Агдам, то, что от него осталось, называют его Хиросимой Кавказ. Я считаю, что это хуже, чем Хиросима, потому что Хиросима – это трагедия, ядерный, атомный удар, но по ней не прошлись толпы вандалов и варваров. В нашем же случае город Агдам был разрушен после оккупации, сознательно, целенаправленно. Точно так же, как и город Физули. Когда мы его освободили, я приказал поднять азербайджанское знамя на одном из домов, мне сказали, что нет такого здания, ни одного здания в огромном городе, где жили тысячи, десятки тысяч людей. Все сровнено с землей. Это военное преступление не только города, с села. Все села сровнены с землей. Это ситуация, которую, наверное, мир не видел за последние даже столетия. То же самое город Джабраил, его тоже нет. В тех городах, где осуществлялись незаконные поселения, там кое-какие здания оставались, особенно в Кельбаджарском районе города Кельбаджар, но они были сожжены и разрушены армянскими представителями за тот 20-дневный или 15-дневный период, за который они должны были оттуда выйти с 10 ноября по 1 декабря. Так вот, они разрушали дома, те дома, которые они даже не построили. Они просто вселились в дома азербайджанцев. Они их сжигали, они выносили все, они рубили деревья. И даже те деревья, которые не смогли увезти, чтобы продавать, они их просто там бросили на дороге, сжигали леса. Поэтому это вандализм, он, к сожалению, продолжался до сих пор.